День Победы Бессмертный полк стремится к бесконечности. Портреты солдат Победы несут уже сотни тысяч жителей Дона. Прошел полк. Это все вылазит прямо. Слезы вытаскивает прямо с меня слезы. Победное дзюдо. Международный фестиваль в Буково собрал больше двух сотен юных борцов. Очень много сильных соперников. Сегодня хорошо так поборолись. День Победы на Дону. Самое яркое событие праздника – военный парад. По главной площади и центральной улице Донской столицы прошли боевые машины и ракетные комплексы под прикрытием мощнейшего С-300. До начала Парада Победы в Ростове-на-Дону остаются считанные мгновения. Традиционно это мероприятие собирает рекордное количество людей, зрителей и участников. Только в этом году в торжественном шествии примут участие более полутора тысяч военнослужащих Южного военного округа. В том числе более 700 участников кадетских корпусов, в том числе сотрудников МЧС и сотрудников Министерства внутренних дел. На площадь торжественно вносят точную копию знамени Победы, подруженного над Рейхстагом. Принимает парад командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Галкин. Поздравляем вас с праздником! С Днем Победы! Ура! Ура! Первыми торжественным маршем прошли юные барабанщицы из Мариинской гимназии Белоколитвинского кадетского корпуса имени Платова. За ними проследовали парадные расчеты других донских казачьих корпусов. Когда-то в таких рядах маршировали победители страшной войны. Черноморец Борис Сапкалов встретил День Победы в Австрии, в городе Грац. Бежал в казарму, где мы располагались, дежурный и крикнул «Победа!». Мы не поняли сначала, до нас не дошло. А потом рвануло в сознание слово «Победа». Мы остались живы. И радость этой была беспредельна. В этом году ростовчане и гости города смогли увидеть более полусотни единиц современной военной техники. В том числе зенитно-ракетный комплекс С-300, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», береговой ракетный комплекс «Бастион», противотанковый ракетный комплекс «Хризантема». Замыкал военный парад сводный оркестр. Сергей Мирошниченко, Андрей Токарев. На Дону. Вслед за военной техникой на Театральную площадь вышел бессмертный полк. По сравнению с прошлым годом он вырос более чем в два с половиной раза. Шествие от первого до последнего ряда растянулось на час. Над этим полком время невластно. В руках тысяч ростовчан, фотографии родных, прошедших войну или погибших в боях. Многие принимают участие в шествии впервые. Не успели оформить рамки и несут снимки в руках. Спасибо тому человеку, который придумал этот бессмертный полк. Я считаю, что мои дедушки сейчас идут вместе со мной по нашему параду. Бессмертный полк в точности повторяет маршрут, которым шла колонна победителей весной 1945-го. Стартовали на площади Карла Маркса, прошли по Советской, Театральной и Большой Садовой до Ворошиловского проспекта. Сегодня с нами мой дедушка Иван Васильевич Федосов, прошедший всю войну, закончивший ее в Венгрии и много лет прослуживший в Германии. Сегодня я снова с ним на параде и с ним его внучка Алиса. Он был в 339-й стрелковой дивизии, участвовал в освобождении города Ростова-на-Дону. Волошин Георгий Акимович. Дед губернатора Ростовской области Иван Игнатьевич Голубев погиб на фронте в 1942 году. Другой дед Максим Савельевич Юров был ранен, награжден двумя орденами Красного Знамени. В этом году в строю бессмертного полка «Байкеры». Для меня это очень важно, быть частичкой страны и принять участие в таком мероприятии, как День Победы. В бессмертном строю 51 тысяча ростовчан, вдвое больше прошлогоднего. Колонна вышла на главную площадь города в 11 утра и только в 12 по ней прошел последний участник. Фронтовики делились впечатлениями уже в зале театра Горького перед концертом в их честь. После всех выступлений прошел полк. Это все вылазит прямо, слезы вытаскивает прямо с меня, слезы. Эти парады я отходил сам в строю. А это вот, да. Вот откуда рождается патриотизм теперь. Мужество переходит патриотизм. Николай Суворов начинал войну командиром взвода. Закончил комполка. Оборонял Ленинград и Кавказ. Глава региона вручил ему и еще пятерым фронтовикам губернаторские знаки за ратную службу. За каждым из названных и неназванных имен своя судьба. Но объединяет всех главное – стремление к победе и любовь к отечеству. От имени всех жителей Ростовской области благодарю каждого из поколения победителей. Солдаты и офицеры, погибшие при освобождении Ростова, похоронены на Кумжинской косе. Губернаторы и официальные лица возложили цветы к монументу «Штурм». Суровыми дорогами войны прошли и донские писатели. Шолохов, Закруткин, Калинин. К новым бюстам у публичной библиотеки также несут цветы. А вечером в городе воинской славы праздничный салют. Дорогие ростовчане, дорогие жители Ростовской области, с праздником победы вас! Счастья, здоровья и удачи! Ура! Мария Индрикова, Станислав Поменко. На Дону. Ростов-на-Дону. 9 мая весь центр города превратился в пешеходную зону. Гуляли горожане и по обновленному соборному переулку. Асфальт здесь заменили разноцветной плиткой, появились декоративные фонари и лавочки. Модернизацию оценили и первые лица города и области. Вы сегодня молодцы, с праздником вас! Спасибо, старайтесь. Бабушка старается. Интересной деталью Соборного стала новая скульптурная композиция. Ростовский сантехник и кот. У Вечного огня ко Дню Победы собрали две выставки. Поисковики в военно-патриотическом клубе «Рысь» назвали свою «Мы помним тебя, солдат» и представили свои находки. Вторая экспозиция – отреставрированная военная техника 40-х годов. Катюша, полуторка, плавающая амфибия, эмка. Сергей Горбань возложил цветы к вечному огню и стелле воинской славы. Это традиция, город воинской славы. Это почетное звание, которое город получил в 2008 году. Поэтому это в городе Ростове святое место, где не только на 9 мая мы сюда приходим. Мы сюда приходим несколько раз в году. А вечный огонь – это тоже память тех традиций, которые сегодня в городе есть. Малыши пытаются согреться у костра, но когда разрушен семейный очаг, уличный огонь не греет. Памятник детям войны открыт в сквере у Свято-Троицкого храма на пересечении Международной улицы и проспекта Стачки. Он станет частью мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне. Символ детства, которого не было – разрушенный дом да костер. И плюшевый мишка, с которым так и не доиграли. Для скульптора Карена Парсамяна этот монумент – первая крупная работа. Мой дед воевал, на войне потерял глаз, получил много ранений. Мне отец рассказывал, дяди рассказывали. Так что эта тема мне особо близка. Нине Чернышевой в 41-м было 4 года. Семья жила под Архангельском. Туда немцы не дошли, но каждый вкладывал силы в победу. Дети работали наравне со взрослыми и лечили раненых. Мы все хотели воевать. Все так боялись, что не вырастем, что не сможем защитить Родину. Никто не стонал, никто не говорил, что плохо. Есть нечего было, но все хотели идти защищать. Сегодня мы подчеркиваем уважение к той категории детей. Сюда будут и молиться приходить, и защищать. И думаю, что это появится стимулом наших всех, и депутатов, и власти, чтобы все же мы реально приняли меры конкретные по финансированию, по льготам для этой категории. Годом раньше в этом сквере появился памятный знак труженикам тыла. Теперь планируется разбить аллею славы от добра к добру. Возможно, уже в этом году встанет новый монумент. Эскиз готовится и пока держится в тайне. Ксения Николаева, Тагир Фатахов, Надону. Ветеранов Великой Отечественной войны и труда, работавших в системе образования, с Днем Победы поздравили учащиеся школы-интернаты номер 28. Мы замолкаем, глядя в небеса. Капитан Волгодонского речного пароходства Михаил Рапопорт в начале 50-х разминировал Черное море, а потом преподавал в Ростовском мореходном училище. Педагогический стаж у него почти 70 лет. Еще до войны начинал воспитателем детского сада. 22 июня – это самый длинный день в году и самая короткая ночь. У нас солнце восходит в 4 утра, когда мы еще к ним заходим, в 10 вечера, когда мы уже ложимся спать. Немцы выбрали именно этот день. Учеников Михаил Леонидович одел военную форму и ввел их действующими лицами в свои воспоминания. Также на встречу пришли труженик тыла Анастасия Гладкая и участник Сталинградской битвы, учитель истории и директор школы Мясниковского района Антраик Малхасян. Кстати, в этой школе сейчас учится его правнучка. Мы желаем вам здоровья и еще долгих-долгих лет жизни. Пусть будут счастливы, удачливы, здоровы ваши близкие, ваши родственники, люди, которые любят вас и которых любите вы. Еще раз вас с большим праздником. В Новосибирске. В Новошахтинске 30 детских садов, 19 школ, техникум, вузы. Дошкольники и учащиеся собрались в городском парке культуры поблагодарить ветеранов за победу. Пели, дарили подарки, инсценировали мгновение войны. И составили свой бессмертный полк. А ветераны наденьте свои орденал. Музыкальную просьбу подрастающего поколения ветераны Новошахтинска проигнорировать не могли. Надели ордена и пришли в городской парк культуры. Здесь их ждали поздравления, стихи, песни военных лет. Как сияет это солнце, как спокойно это море. Улыбнись и не грусти. Каждый ребенок, независимо 5 лет ему, 18 или 16, он проникновенно участвует в этом мероприятии. Он пропустил через себя эту частицу той боли и трагедии, которая была 71 год назад. Дошколята, школьники, студенты. Каждое образовательное заведение подготовило свою инсталляцию под открытым небом. Привал после боя – самый распространенный мотив. Войцы отдыхают, залечивают раны, читают долгожданные письма из дома. До конца мая будут проводиться акции. Школьники принимают участие, и студенты в том числе в уборке монументов, ухаживают за могилами ветеранов Великой Отечественной войны, принимают участие в Тимуровском и волонтерском движении, помогая ветеранам. Тут же мастерили открытки и дарили ветеранам, и прошли бессмертным полком. В семье каждого мальчишки и девчонки есть кем гордиться. Сергей Мирошниченко, Юрий Санкин, «На Дону». Батайские ветераны получили ко Дню Победы подарочные сертификаты. С ними можно было отовариться на Донской ярмарке, которая проходила с 3 по 10 мая на площади Ленина. Товары донских производителей, оформленные в стилистике системы добровольной сертификации, сделаны на Дону. Дальше Донская ярмарка переедет в Таганрог. Донская ярмарка в городе Батайске проходит в формате губернаторской программы «Село-городу». И это очень важно, когда наши производители могут предоставить по сниженным ценам продукцию. И наши ветераны могут совершенно безвозмездно использовать эти сертификаты, их обналичить и приобрести продукты питания. После почти 200-дневной оккупации Батайск был освобожден 7 февраля 43-го года войсками Южного фронта в ходе Ростовской операции. Те годы ветераны вспоминали в городском музее истории. Батайск, сыгравший годы войны, колоссальную роль в смысле стратегических решений всех военных проблем. Не случайно Батайск был награжден высшей государственной наградой по тем годам высшего государственного органа нашей страны, Государственным комитетом обороны, почетным знаменем на вечное хранение. Далее другие сообщения с места. Акцию «Удели внимание ветерану» провели студенты Каменского педагогического колледжа. Мы каждый год поздравляем наших дорогих ветеранов, благодарим их за то, что они для нас делали и готовы оказать социальную бытовую помощь по дому. По дому помогли 50 участникам Великой Отечественной, а те в ответ зарядились своим патриотизмом. Нашу милую землю не дали им топтать. Как они не рвались, мы их отшибли, отбили. Россию еще ни одна страна не победила. Проведали ветеранов и медики Центральной городской больницы. Сделали кардиограмму, измерили давление, взяли на анализ крови. В Волгодонске для ветеранов устроили музыкальное шествие под гармонь от сквера «Юность» до площади Гагарина. Мы хотим, чтобы сегодня обслуживаемый Центр социального обслуживания спели песни 40-х, 50-х годов и послушали их ребята, девчонки, мальчишки нынешнего поколения. К поющим ветеранам присоединились школьники и прохожие. В Миллерово провели традиционную акцию по памятным местам города. Собрались у памятника маршалу авиации, дважды героя Советского Союза Александру Ефимову. Напомнили о его подвигах и прочли стихи. Студенты филиала РГУ с воспитанниками детского сада номер 6 отправились к памятному камню рядом с бывшей танковой частью. «Это именно этот камень, который здесь установлен, в честь героев 525-го полка, в этом полку служил и мой дедушка. Этот полк, к сожалению, был разгромлен, и оставшиеся красноармейцы были угнаны в плен». Завершилась акция торжественным митингом на Аллее Славы. Готовность к труду и обороне показали юные бойцы Всевеликого войска Донского на слете казачьей молодежи. Уже второй раз слет проходит на фестивальной поляне старинной станицы Романовской. Сергей Новиков в разборке-сборке автомата настоящий спец. Выигрывал школьные районные соревнования и вот впервые вышел на областные. Уверен, такие навыки ему действительно пригодятся. Планирую Ростов, академия, школу милиции. Ну а там как получится. И сегодня у Сергея первое место. А научил его школьный учитель физкультуры Андрей Дружинин. Здесь он судья и в целом ребятами доволен. Если бы не серьезная ошибка у большинства. Забыл выстрелить и патрон остается в патроннике. Это очень большая ошибка. И как на практике показывает, что это застрелил либо соседа, либо друга, либо сам себя выпустил патрон. В командах по 7 человек от 16 лет. И каждый соревнуется в одном виде. Кроме обращения с автоматом, это подтягивания, прыжки в длину, отжимания, стрельба из винтовки, кросс и подъем 16-килограммовой гири. У нас принимают участие представители 9 казачьих округов Селикого Оська-Носково, расположенных дизорей Ростовской области. То есть от каждого округа Ростовской области, их всего 9, присутствует команда. Победители в личном и командном зачетах отправятся защищать честь Дона на всероссийском слете. Хочу поблагодарить вас, казачью молодежь, за то, что вы заявляете себя в нынешнем современном обществе, как патриоты, как спортсмены, как люди, за которыми будущее России. Возможно, проведение слета казачьей молодежи, готов к труду и обороне, в Романовской станет традицией, поскольку именно Романовская один из лидеров в развитии казачьей молодежной организации «Донцы». В областном конгрессе молодежного самоуправления приняли участие 200 человек из молодежных парламентов и правительств городов и районов, студенческих советов и вузов. Депутаты и чиновники знакомили их с работой госструктур, проводили мастер-классы и круглые столы, говорили о защите прав студентов, реализации реформы местного самоуправления, построении успешной карьеры и сентябрьских выборах. Если учитывать то, что сейчас выборы будут в этом году, и можно непосредственно пообщаться лично с депутатами, то это большой опыт. В целом ребята говорили о том, как можно сегодня себя уже зарекомендовать, проявить себя в самых различных сферах. Также на конгрессе подвели итоги конкурса, который проводился с января по апрель во всех муниципалитетах области. Конкурсанты презентовали работу органов молодежного самоуправления. В трех номинациях лучший молодежный парламент, правительство и орган студенческого самоуправления победили представители шахт Багаевского района и ЮФУ. Спорт на Дону. После осечки с Мордовией футбольный Ростов не выпал из борьбы за чемпионство. Под прессингом ростовчан пал очередной суперклуб «Московский локомотив». Первый гол случился уже на восьмой минуте. Набо выдал продольный пас на Кудряшова. Тот прицельно прострелил и Азмун замкнул атаку. Так получилось, что забили быстрый гол. Это хорошо сложилось так для нас. Не было такой установки, чтобы выйти и забить первый гол. Как получилось? На последних секундах тайма Ростовчане удвоили преимущество. Кристиан Набо записал на свой счет, как оказалось, победный мяч. Сразу после перерыва железнодорожникам удалось отквитать один гол после углового. Но на большее гостей не хватило. Мы забили, легче было чуть-чуть, и потом еще забили, еще легче было. Но надо было во втором тайме чуть-чуть строже играть и не давать забить. Но так получилось, что пропустили. Но хорошо, что до конца все молодцы ребята боролись до конца и вырвали эту победу тяжелую. Итог 2-1. Правда, обойтиться СССР не удалось. Лидер тоже победил и по-прежнему опережает нас на два очка. Остается всего три игры. Ближайшая уже в четверг в гостях с московским «Динамо». Международный фестиваль в Зюдо, посвященный Дню Победы, провели в Гуково. Боролись лучшие спортсмены Юга России, а также гости из Донецка и Луганска 15-16 лет. Рекордное количество участников – 230 человек. Говорит о популярности Гуковского турнира. Сюда съезжаются многие спортсмены, уже звезды спорта, дзюдо и самбо. И дети, когда смотрят на них, они прежде чем куда-то пойти и чем-то заняться другим, они, конечно, выбирают дзюдо. В начале 90-х эти соревнования имели статус областных. Со временем скромный юношеский турнир дорос до фестиваля, а 10 лет назад стал международным. Этот фестиваль признан нашими ближайшими соседями из других государств, которые приезжают сюда обменяться опытом. А опыт, как известно, это основа в любом виде спорта. Традиционно фаворитами в этом возрасте считаются спортсмены Ростовской области, Краснодарского края и Адыгеи. Не затерялись и гости из Луганска и Донецка. У них два серебра и бронза. Донские спортсмены завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей в 12 весовых категориях. Это говорит о серьезной подготовке и сумасшедшем настрое. Я искренне надеюсь, что среди вот этих вот детей, которые сегодня здесь, вот в этом небольшом нашем Донском городе, выйдут на татами, среди них и будущие чемпионы мира, будущие олимпийские чемпионы. Возможно, через несколько лет кто-то из этих ребят представит наш регион на взрослом международном турнире. Роман Саганов, Станислав Фоменко. На Дону. Завтра на Дону стартует финал областной военно-спортивной игры «Орленок». Соревнования пройдут в хуторе «Красный десант» в Миклиновске района. Старшеклассники будут оспаривать право представлять регион на всероссийском уровне. В студии была Анна Туполева. До встречи на Дону.